Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани меча». Сложно оценивать эту неделю по какой-то шкале, потому что разве можно придумать шкалу, когда проходят финалы Лиги Европы, Лиги Чемпионок? Два главных турнира Европы, как минимум, ну и мира, скорее всего. Состоялись переходные матчи. Кто в следующем сезоне все-таки будет играть в российской премьер-лиге? Ну и уже совсем скоро сборная команды России будет играть два своих матча для того, чтобы пробиться на Евро-2020. Да, не успело отгреметь Чемпионаты мира в России, а уже идут отборочные игры на следующий турнир, который пройдет в 2020 году. Обо всем об этом в ближайшие 45 минут, а также с Сергеем Буслаевым, Константином Щербиненко и Евгением Воронином. Давно меня не было. Да, и разговаривали о нашем болельщике Спартака. Друзья мои, действительно, финалы Лиги Европы и Лиги Чемпионов прошли под знаком большого мирового, даже не европейского, а мирового футбола. Потому что, действительно, практически все звезды, которые у нас есть, все они борются за эти два трофея. Давайте напомним, по крайней мере, по хронологии событий, как развивался матч в финале Лиги Европы. Итак, Челси Арсенал 4-1. Челси стали обладателями Лиги Европы, победителями, ну и сделали такой небольшой подарок Леону французскому, да, по-моему, если мне память Леону не изменяет. Они, как победители Лиги Европы, должны были выступать в Лиге Чемпионов. Но так как они уже завоевали это место, кстати говоря, мы об этом тоже можем поговорить чуть позже, то они уступили эту дорогу французскому Леону. Друзья мои, после первого тайма мне трудно было сказать, что мы видим финал второго по значимости европейского турнира. А во втором тайме все было интересно, нарядно, красиво и по-футбольному. Так или не так, Кость? Я считаю, что так. Я вспоминаю чат, когда вот Евгений Воронин написал, может мне пойти там отдохнуть, что это за финал такой. А потом мы написали все, то ли еще будет, и вот реально счет на табло, да, 4-1. Самое интересное, что я мог попасть на этот финал в Баку, нужно было принять участие там в автогол челлендж. Евгений Савин разыгрывал, значит, там несколько путевок победителям. Мы приняли участие, сняли видео, но, к сожалению, в финальном отборе проиграли, не попали. Другие вышли. Обидно, досадно, но, по крайней мере, попытка была. Честно говоря, мне кажется, люди, которые попали все-таки на стадион, они наверняка так кайфанули от того, что увидели пять мячей забитых в финале. Правда сказать, что Арсенал, скорее всего, выключился после, наверное, даже второго мяча, потому что Челси с азаром, с блестящим азаром выглядел, конечно же, наголо сильнее. И я вспоминаю еще ключевой момент, когда тренер Арсенала заменил Азива, одного из ключевых игроков. Тот назвал его так же, как и Дзюба, да, там тренеришкой, опять слово за слово. Ну, видно, у Арсенала, может быть, именно внутри коллектива не так все радужное и интересно, как у Челси. И поэтому команда все-таки показала характер, показала на то, что она способна, и полностью, мне кажется, переиграла в финале Арсенал. Ну, кстати говоря, по поводу поездки в Баку и то, что разыгралась путевка, нам или Сергеем не знать, потому что мы тоже участвовали в одном отборе, в одной программе, на одном телеканале. Да, и там приз была поездка на Олимпиаду в Сочи. Да, и, к сожалению, в финале мы тоже проиграли. Незаслуженно, как я и считаю, мы проиграли, нас засудили, да. Но в Сочи поехали как бы наши коллеги, друзья, поэтому, ну что ж, где-то, значит, им повезло чуть больше, чем нам. Жень, ты болел за Челси, это очевидно, даже сзади тебя висит флаг Челси, ты болел за Челси, после первого я очень переживал. Я тоже переживал, чуть не заснул, говорю, что, ну, опять же, мы всегда возвращаемся к тому, что все финалы действительно бывают скучнейшие. И здесь вот первый тайм показалось, что мы были правы, наверное, что, если мы будем разговаривать, да, о Лиге Чемпионов, да, там то же самое произошло. Можно было спокойно засыпать и проснуться, и увидеть там счет на табло. И никакой, вроде бы, команды стараются и бегают, но коль о Лиге Чемпионову говорим, я рад, что Челси все-таки победил. О Лиге Европе, да, что Челси победил. Ну, блин, и во второй тайме все, действительно, вот это пиршество голов, да, три мяча было забитых, прекрасно. Великолепно. Сереж, помнишь, мы с тобой, да, ну, как и всех, наверное, болельщиков футбола, помнишь, мы с тобой говорили как-то о том, что, ну, с одной стороны, для истории, футбольной истории, для футбольной статистики, о том, что четыре команды попали в финал, и Лиги Европы, и Лиги Чемпионов, да, ну, это такой своеобразный момент, да, который потом будут писать в книгах по статистике. А с другой стороны, мы говорили о том, что две команды в Лиге Европы, в Лиге Чемпионов, английские, они встречаются с друг с другом 158 миллионов раз и знают друг друга. Не получилось ли так, уже потом мы о Лиге Чемпионов поговорим, что почему игра немножко получилась пресненькая? Да потому что они знают друг друга одинаковые, стили одинаковые, да, один чемпионат, вот, от этого не потерял ли финал? Ну, я не зря сегодня одел футболку в Пинк Флойд, потому что Родина, это Пинк Флойд Англия, и действительно, четыре английских клуба, два финала, интересно. Ну, я не думаю, что потерял, Олег, может быть, даже выиграл, ты понимаешь? А может быть, мы сейчас можем гадать, как на гуще, лучше бы было там, если бы играл, допустим... Ну, или Барселона, ПСЖ, Аякс, там, да. А что в Мадриде творилось, когда все английские... Модели, другие игры... Здесь получилось так, что вышли в финал английские клубы, но мне запомнилось, чем этот финал от Лиги Европы, допустим, что был последний матч Петера Чеха за Арсенал, и вообще он, кстати, переходит в Челси на работу, там, будет тренировать он или что-то там, каким-то этим... И пустил три. Да, нет. Плюс последняя игра, опять, Джазара, да, вот Костя сказал, да, он же переходит сейчас... Тоже переходит. ...99%... Да, практически уже перешел, он куда, в Реал или Барселон? Да, в Реал. В Реал переходит, да, тоже последний матч, да. Было интересно, что тренер Челси, Сарри, да, он на нем, как сказать, дамоклов меч висел, да, если бы он проиграл этот финал, то неизвестно, остался бы он Челси или нет. Сарри сватывает в Ювентус. Да, а сейчас у него рейтинг поднялся, в Арсенале тоже сватывает. Ты прав, сейчас рейтинг поднялся, и Сарри сватывает, действительно, я отчитал, да, и Ювентус, и еще какой-то там итальянский клуб там уже предлагает ему свои условия, на лучших условиях, чем в Челси. И, скорее всего, он уйдет, я думаю, потому что в Челси Лэмпорда, кажется, да, кто там, бывший игрок Челси, который тренировал, Фрэнк Лэмпорт, да, Лэмпорт, он тренировал в Дерби-Каунте, кажется, в этом, в Чемпионшипе, да. Как раз они играли, ну, проиграл, но его все хвалят там, что хорошую команду создал, и, скорее всего, он перейдет, я думаю. Как такая рокировка вообще возможна в современном футболе? Вот у тренера действующий контракт, да, это, получается, трансфер, как у футболиста в другой клуб, ну, условно, да. А мне кажется, что в рамках тренерской деятельности такое, ну, редко встречается, чтобы перехватывали тренера, недоработавшего контракта. Либо его увольняют, и он увольняют, ну да. Нет, ну, про договариваются, а почему нет? Последний момент, я вот так... Это как с футболистом, почему нет? Ну, наверное, Гвардиола закончил в Барселоне, его потом в Баварию, да, он перешел, а потом в Манчестер-Сити. Ну, это вот такая величина. То есть, как с футболистом, понимаешь, у него действующий контракт, а тут другой клуб предлагает, и уже клубы договариваются, понимаешь? Конечно. То есть, Абрамович будет договариваться с владельцем клуба Ювентус, скажет, ну, надо компенсировать, тот компенсирует, допустим, ту часть, которую он недоработал, и... За разрыв контракта. Да, конечно. А там все это финансово решаемо. Я думаю, что да. Челси-Арсенал подарил этот матч то, после чего мы скажем, А помнишь, в девятнадцатом году финал Лиги Европы? О, еще бы, кто не вспомнит этот матч. Или мы его на следующей неделе уже и не вспомним. А давайте, ну, вот вспомним, что мы можем вспомнить, вот, русский болельщик, наверняка, бывший Лигой Европы, это Кубок Уэфак. Да. ДЦСКА занял впервые, да? Мы вспомним «Зенит», который тоже вторая болельщик, возможно, мы вспомним «Шахтер», потому что вроде как недалеко от нас находится. Ну, это близкие к нам, да. Близкие к нам, да. А так, чтобы именно не из русских клубов, мне почему-то на УЗ, скажем так, идет «Севилья», потому что она много раз занимала, и мы можем вспомнить, там, Днепр, когда выходил, но это тоже близко. А вот так, чтобы Челси, Арсенал… И тренеришку, можно вспомнить, которую я три раза подряд завоевывал, да? Мы-то помним, 70-е, еще там. А Арсенал-то? Динамо-Киев, Динамо-Москва брали, Динамо-Белисси. Белисси, Динамо-Белисси. Тогда был другой кубок, сейчас же мы говорим по современной Лиге Европы. Так нет, СССР тоже выиграл кубок Уэфа, которого сейчас нет, не существует уже. Ну, да, поэтому… Нет, я думаю, что кубок Кубок Кубков… Нет, я думаю, что кубок 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 Шахтер победил. Уэфа, потом сделали Лигу Европы, Шахтер. Вот, Лигу Европы, не знаю, мне кажется, что этот матч мы забудем через какое-то время. Не то, что через какое-то время, мы нас уже в неделе забудем. Сейчас с Женей упорно вспоминали, вот последние пять минут, что там было-то вообще. Да, и только вот счет на табло отражает, где действительно событие, вот так. Если бы не Олег и не монитор, где 4-1, я бы, наверное, не запомнил этот матч. Рад, конечно, за счет, что победили. Самое интересное, люди, которые были на этом матче, могут его забыть. А по поводу того, что, помните, сколько дискуссий было по поводу того, что проведение в Баку, о том, что в финал проводили в Баку, один из футболистов не смог поехать, и немножко другая история, это как-то отражается на футболе? Ну, давайте ответим на этот вопрос после звонка нашего телезрителя. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А мне кажется, вот проблемы нашего футбола надо поговорить, а не о Челси с этой. А мы сейчас перейдем. И давайте поговорим. Вот два, сейчас выходят двое из тюрьмы, двое, да? Кто тренер, какой тренер их возьмет. Хохлов. Мне очень интересно это сказать, понимаете? Вот о чем надо разговаривать. А то Челси, Асимал, да плевать мне на эти команды. Это свой футбол, свой футбол. Ну, мы должны все-таки события европейские. Спасибо большое. Ну, естественно, вы правы, наш футбол, мы не должны от него уходить, и мы его обсудим. Просто у нас в программе принято, что мы обсуждаем по хронологии событий. Какие события первыми начались, с тех мы и начинаем. А про наш футбол мы поговорим чуть позже. И отрадно, что вас интересуют футболисты, которые скоро должны выйти из тюрьмы, и кто их возьмет, и кто будет их работодателями. Давайте переходим к Лиге Чемпионов. Тоже матч был достаточно неоднозначный. Но для начала давайте вспомним, как этот матч закончился. Итак, финал Лиги Чемпионов. Тоттенхэм, Ливерпуль 0-2. Друзья мои, сколько мы слов произнесли о том, что как многие из нас хотели, чтобы Тоттенхэм победил в Лиге Чемпионов. Во-первых, это был первый раз. Ливерпуль победил в шестой раз. Догнал по этому показателю Милан и Барселону. Да, и только у Реала пока больше всех. У них, по-моему, 7 или 8 трофеев. Ну, для футбольной истории мало что изменилось. А мы все-таки действительно хотели, чтобы Тоттенхэм. Или не так? Мы не забываем, что главный тренер Ливерпуля Юрген Клуб. Человек, который очень много раз ошибался в финалах и обжигался. И этот тренер, который многие нам преподносили, человек, который не умеет играть в финалах. Мне кажется, здесь лично для него эта справедливость восторжествовала. Футболисты Ливерпуль, если мне не изменяет память, это у них какой-то второй финал, да? Они же играли, по-моему... Ливерпуля? Да. Ну, вот за последние несколько лет. Нет. Или Ливерпуль в прошлом или позапрошлом. Нет, Ливерпуль в последний раз в 2005 году. Когда с Миланом играли. Да, в 2005 году. Помните этот чудо-матч? 3-0, 3-3 и 4... По пенальти там Шевченко еще не забил. Это точно. Я не спорю, что Тоттенхэм команда, которая могла преподнести сюрприз. Но в футболе возможно все. Так же, как и в боксе и так далее. И даже в художественной гимнастике. Да, и даже в художественной гимнастике. И тут получилось так, что Почтино тренер с нестандартным ходом решений. У него еще, к тому же, к финалу тоже все игроки практически в составе были. Тогда я тебе сразу скажу, Почтино ошибся? Почтино. Возможно, Кейна надо было не выпускать. Но мы не знаем внутри, как он себя показывал на тренировках. Как он рвался. Согласен с Константином, что все-таки я тоже не слежу за Тоттенхэмом особенно. И не слежу, скажем так, за командой. Возможно, против Ливерпуля. Но против Ливерпуля однозначно. Я не люблю Ливерпуля. На мой взгляд, все-таки... И все-таки Тоттенхэм с Кейном, когда он в форме, когда ему идет игра, это отдельный тоттенхэм. Ну, как мне показалось. Все равно, что как Барселона. Барселона зависима от игры Месси. Допустим, если брать игру Роналда, который выступает в разных командах, то там такого не ощущается. Здравствуйте. Ариал? Нет, я просто говорю. Ариал сейчас где? Из-за чего? Ушел Роналду? Ушел Роналда. У нас есть звонок нашего телезрителя. Давайте пообщаемся. Хорошо. И вернемся к этой теме. Добрый вечер. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый. Я вот хотел по поводу Кокорина Мамаева поговорить. Давайте мы это сделаем чуть попозже, когда мы к чемпионату России перейдем. Который в 20-м? Ну вот, когда мы будем сейчас обсуждать чемпионат России, и мы обязательно к этой теме вернемся. Вы не против? Ага. Спасибо. Спасибо. Ждем вашего звонка. Пожалуйста. Жень, вот ты представь, что ты тренер Тоттенхэма, и у тебя главная звезда, ну более-менее здоров уже, да? И что с ним делать? Посадить его на лавку? Понятное дело, ты не знаешь, как он тебя проедет. А посадить Багдера Лав на лавку в финале? Понятно, сидит. Ну, какая ты история? За вас сидит парень, который хэт-трик сделал в полуфинале. А вот это другое. Что делать? Что делать? Да, тут непонятно. Опять же, дальше я думаю, ну ладно, хорошо, пускай он там сейчас не показал в первом, а потом думаю, вот я тоже тренер, ну как, ну не показал 45 минут, а вдруг он там во втором тайме. Хорошо, Сереж, Сереж, ну видно, что... Он тянул до последнего, потом уже увидел, что бесполезно, но уже поздно. Ну, видно, что, понимаешь, да, ну видно, что уже было, ну не тянет. А хотите еще момент? Нельзя было заменить, то есть понять, признать ошибку. Тяжело, Жень, тяжело. Это же футболист, но ты видишь, ты понимаешь, что человек не изменит ситуацию, значит, мастерство своего. Не изменит ситуацию, это было видно с самого начала. Ну и, конечно, судейкост. Не изменит ситуацию, Жень, потому что, да, на первой минуте, возможно, это полностью подломило. Вы знаете, игроков, которые выходят и сейчас, возможно, после травмы покажут себя, тут сразу же забивается мяч в его ворота. И тебе нужно в два раза больше стараться, а ты не можешь. Чисто физически. А игроки уровня Вирджила Ван Дайка, возможно, лучшего защитника сейчас мира, с такими кейнами могут справляться... Ну, естественно, Марио Фернандо слушает. На раз-два. Да, но у них разные позиции, центральные и правые. А что сделал Ливерпуль, когда забил голд? Посмотри, он ушел немножко в оборону и стал прессинговать. Я думаю, как же так? Вроде как, вроде отдал инициативу, но Тоттенхэм не может начать атаки. Вроде сушили чуть-чуть, а вроде и не сушили. Отдали им мячик, а сами прессингуют, и они ничего не могут сделать. Тоттенхэм не могут начать атаку просто. И вот мы даже писали, да, почему они в первом тайме практически ничего, и ты писал. Не сознали ничего. И Ливерпуль толком там особо не сказать, что у него там были моменты какие-то, да, удары издалека, там моменты, полумоменты где-то там. У Тоттенхэма вообще ноль створа было. Нет, если бы не вот этот первый мяч, да, который практически на первой минуте, да, произошел, пенальти поставили и забил, может быть, если бы этого не произошло, может быть, игрок в другую. Ну, стойте, да, должный пенальти был. Такие назначают пенальти. Ты знаешь, что... Если в Иферии не подскользнулся, а забил свой пенальти, то и... В Москве бы выиграл. Не-не-не, мне кажется, что пенальти не было, поскольку мяч отскочил от груди и попал в руку. Если бы первый пришелся в руку, тогда может быть... Согласен, рука была в неестественном положении. Неестественном положении, ну понятно. И сейчас с нового сезона по новым правилам любая рука будет назначаться пенальти. Новые правила вышли с 1 июня. Это в Европе. Все нападающие будут мить в руку. Костя, ну, бывают же такие случаи, так же, как, допустим, во время, когда человек стоит во всаде, да, но игрок оборонящей команды драгивается мяча, а всад не считается, насколько сейчас я понимаю. Правильно? Еще раз. Если все-таки... Когда идет подача, допустим... Если во время подачи нет... А игрок... Нет, касается мяча игрок, команды защиты, обороняющиеся. А игрок, кто стоял во всаде, считается во всаде или нет? Нет, конечно. А это и сейчас не считается. А он и дает указать туда правила. Так я тебе про то говорю, что попадает мяч в грудь, а потом отлетает в руку, а не прямую в руку попадает. Здесь тоже спорный момент. И просто человек, грубо говоря, который показывал... Ну, просто сказал, что займи место. Он же не играл на мяч, да? Он показывал с партнером... Ты заметил, принимал не судья. Ему вы же сказали в этом... Ну, я тебе просто говорю, что мы... Нет, но решение все-таки принимал судья. Нет, он мог бы посмотреть, бы сказать, дай я тебе посмотрю повтор. Он мог бы попросить, самому лично убедиться. Он же не мог... То есть ему там сказали, что да, уже принято решение, да, за тебя уже принято решение. Ну, ошиблись, значит, с выбором судьи на финал. Я думал, турецкий судья, как его фамилия, вот он бы не поставил. Я тоже думаю, что он не поставил бы. Фатих, Фекир. Нет, если бы прямая рука была, попал он сюда, я бы без вопроса сказал. Вот честно говоря, вот это мы уже устали и 100 миллионов раз говорили. В правилах что написано? Игра рукой. Запрещена. Что? Запрещена, Франс, ты сейчас говоришь игра рукой. Что такое игра рукой? Ну, не было, игры рукой же не было. Ключевое слово какое? Игра. Игра рукой. Да, если ты сыграл, да. А если просто ты стоишь... Попадание мяча в руку. А иначе вот ты стоишь с метра, да, вот тебе... Тебе попал в руку, да, специально будет бьется в руку. Раз человек бьет тебе в руку, что пенальти... Да, специально, вот я тебе и говорю. А были же такие пенальти, помните? Были, были, были. И даже, я помню, ЦСКА ставили, с Зенитом играли, ЦСКА поставили пенальти. Он даже больше Мостовой сказал, когда обзор был, ему показалось, что игрок, который бил, ему некуда было вообще бить. Целился чисто в руку, да? Такая глыба перекрывала бы все. И он прямо в руку, возможно, и целился ему в руку. Он увидел, что он расставил руки. Так вот этот игрок, который кто-то Мане это сделал, или кто-то из игроков, он практически выиграл финал, да? Да, но... Да на самом деле выиграл финал, если второй тайм мы наконец-то берем. На самом деле... Выиграл финал Алисон, вратарь Ливерпуля. Это просто царь и бог в воротах. Я смотрел это не один финал, а, например, там с девушками, которые вообще не развлечают в футболе что и как. Она поняла, что вот это просто, от него все отлетало, либо наоборот магнитом в руки прилетало. Это человек, который, мне кажется, выиграл в руку. Ну, это не вероятнее, они не показали, они не прыгнули чуть выше головы. Как с Аяксом. Не прыгнули чуть выше головы. Не смогли ничего сделать. Не было вот этого огонька какого-то. Второй игрок не шла. Букас Моура. Нет, второй еще нападающий у них... Дели Али у них есть. Дели Али. Дели Али. Ну, не был. И не смог. Не, ну, по составу, естественно, мне кажется, что Ливерпуль посильнее будет, чем... Хотя, вот смотрите, четыре команды, которые играли в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы, да, они занимают позиции Вангеса 2-го, 3-е, 4-е, 5-е место, да. То есть, грубо говоря, над ними только возвращается Манчестер-Сити. Включить, что Тоттенхэм два последних года практически никого не покупал. Это да. Но давайте еще вот какую историю вспомним. Кого прошли? Тоттенхэм и Ливерпуль? Да, давай. Тоттенхэм прошел Аякс. Баварию. Перед этим, да, Баварию прошли. Все вместе. Реал. Манчестер-Юнайтед. Манчестер-Сити. Аяксы. Порту. Вот знаешь, вот как повернулось, да, вот, наверное, вот везение. Ливерпуль в Барселону. Помните? После 3-0, 4-0. Я все-таки говорю, как вот везение все-таки сработало, да, грубо говоря, с Тоттенхэма, который в последней минуте забил, да, Аяксу, и Аякс не прошел финал. Ман-Сити, конечно, тоже обыграли. Обыграли. Но я говорю, что если бы играли в финале Аякс, финал был бы по-другому. В интересе смотрелся, согласен. Никто не говорит. Вне всяких сомнений. Согласен. Ну что же, друзья, я думаю, что эту Лигу чемпионов мы тоже, скорее всего, да. Тоже забыл. Потому что помните, да, есть же финалы, мы помним, Манчестер играл с... С кем они играли? С Баварией, по-моему, да? Мы трагически, понимаешь, мы помним трагические моменты все. Когда 1-0 на 89-й минуте, 2-1, 2 мяча, и мы помним финал 2005-го года, Милан, Ливерпуль, когда 3-0 после первого, и 3-3, и пенальти, и так далее. Давайте посмотрим на рейтинг команд, которые образовались у нас после окончания сезона 18-19 годов. Что удивительно. Смотрите. На первом месте по-прежнему Реал. Барселона, Бавария, Атлетика, Ювентус. И победитель Лиги Чемпионов только на 11-м месте в рейтинге клубов УЕФА. Это уже после обновления? Это уже после обновления. Это вот последний, самый свежий... Последний сколько там рейтинг берет? За последние какие-то сезоны? 146... Ну, конечно. За 5 сезонов там берет? Ну, наверное. Но 146 у Реала, ну, понятно, он 3 или 2 сколько раз? Он за 5 лет 4 раза становился чемпионом Лиги Чемпионов. Три раза становился. Ну, сам факт. Ливерпуль... Испания тоже на первом месте, да? Реал, Барселона, да? Нет, сама Испания в рейтинге УЕФА. В рейтинге УЕФА, конечно. Которые клубы представляют. Да, да. Ну, и теперь давайте посмотрим, а где же наши? Наши любимые, дорогие, родные... Все-таки нашел. Команды. Нашел. Итак. Не, почему так сделал? Вот у нас одинаково... А, не ты делал, ладно. Со Спартаком одинаково очков. Так играют. Итак, смотрим. Зенит у нас на 19-м месте. Неплохо. Неплохо. 72 очка. Ему до Ливерпуля 20 очков. 19, если будет точным. ЦСКА. ЦСКА, уверенно, 32-е место. Краснодар 43-е. Локомотив 54-е. Спартак 89-е. И, внимание, Динамо. Динамо, которые уже... Я даже не вспомню, когда в последний раз выступали в европейских турнирах. Здрасте, Голос, при Черчесове. О, это что же это? А когда был Черчесове? Еще 12-13-е годы? 800-12. Действительно, они в 91-м месте. Ну и что? Вместе со Спартаком брали одинаковое количество баллов, поэтому рейтинг УЕФА все нам подтверждает. Естественно, нам остается, если мне память не изменяет, по-моему, 216 матчей прошло в Лиге Чемпионов. Средняя посещаемость, это я по своей любимой статистике, средняя посещаемость 35 тысяч болельщиков было. Представляете? 216 матчей, 35 тысяч болельщиков. То есть там... Это где? В Лиге Чемпионов, я имею в виду. То есть турнир действительно привлекает, привлекает и не только финансами, возможностями, о чем мы говорили совсем недавно, но и, естественно, великолепным-великолепным футболом. Жень, раз уж мы возвращаемся к финансовой истории, ЦСКА-то не получит деньги за Лигу Чемпионов, а это было основным источником дохода ЦСКА и Гиннер. Ну, согласен, ну, что теперь делать? Зато со следующего года, как вроде бы уже писали, да, о том, что ЦСКА получит за выход в основную сетку Лиги Европы... А вы сразу, да, выходите? 16, да, мы сразу выходим, 16 миллионов. Сколько локомотив получится? Сколько же тогда локомотив получится? Олег, извини меня, у Женьки такое лицо радостное, как будто он получит лично эти деньги. Ты знаешь, а мы можем на это деньги и влашече, допустим, приобрести, если это... Ну, другое дело, что приобретем или не приобретем, Сережа. У нас нет... 23, по-моему. У нас нет такого спонсора, как у тебя, Сережа. ЦСКА в этой Лиге Чемпионов заработал приличную сумму. Очень приличную, да. Ему же сейчас выплатят за эту Лигу. Во-первых, победы были, участие в группе. Сейчас надо еще подсчитать, сколько там было. В районе 40 миллионов. Нет, побольше. Я думаю, даже в районе 60. Если учесть, с трансферами, если учесть, продажи главина и прочее. А, просто за Лигу Чемпионов? Ну, нет, я тебе скажу, нет, нет, общая стоимость, он заработал, по-моему, в районе 9 миллионов. Общие 9? 9, да. Долларов? Да. На билетах? Да. Лужники? Да. Ну, за три матча, за Лигу Чемпионов. Нет, ну, это очень много. Я-то считал миллионов рублей. Нет, какой миллион в рублей? Каждый матч 7 миллионов где-то посмотри. Да ты что, смеешься, что ли? Ты посчитай, сколько стоил матч. Ну, если можно сейчас займешься... Хорошо, 60 тысяч. 50 тысяч. В 2018-2019 году сумма возросла до 15,25 миллионов за еврокубок. За победу в Лиге Чемпионов в групповом этапе 2,7 миллионов евро. За ничью 0,9 миллиона бонус. Вот ты посчитайте, сколько у ЦСКА. Ну, что мы сейчас считаем деньги? Нет, посчитаем. За выход мы получили в группу в основную, мы получили 20? 15. 15,4. 20 было. Ну, это я с УИПа брался. В прошлом году. Ну, ладно, неважно, неважно. Все равно, неважно. Получили нормально. Я говорю, что 9 миллионов мы получили за этот, за стадион. Это точно тебе говорят. Хорошо, хорошо, ладно. Локомотив получит еще больше в следующем сезоне. И это абсолютно точно. 600 миллионов мы получили за это. Закончить 600 миллионов? Ну, рублей. Евгений, вы меня это вводите. 600 миллионов рублей мы сняли это. Олег, откричи микрофон. Хватит. Почему? Так мы еще арендовали. Давайте. Забываемые. Уходим от Лиги Чемпионов. Переходим мы к нашему российскому чемпионату. У нас произошли переходные игры. Турнирную таблицу мы все знаем. Зенит Чемпион. Локомотив 2-й, 3-й Краснодар, 4-й ЦСКА, 5-й Спартак. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а те, кто заняли места 13-й и 14-й, играли переходные матчи. И давайте посмотрим, как они закончились. Итак, Уфа, которая заняла у нас по итогам 13-е место, играла с Томской Томью, как это ни странно. Да, дома Уфа выиграла 2-0, а вот в гостях на выезде сыграли 1-0 и было сколько там событий. Это же в этом матче Белиново удалили. Молодой парень, Слава Кротов, встал на ворота. Повторил подвиг Тихонова. Поймал же мяч. Поймал, да. А вот смотрите, давайте сразу посмотрим результаты второго переходного матча. Там тоже все было достаточно на тоненького, что называется. Там тоже было удаление. Нижний Новгород, да, Крылья Советов 1-3, казалось бы... Так там на дополнительных минутах два мяча забиты. Да, казалось бы, тоже разница два мяча, которые можно было легко отыграть. Ну и дома Крылья Советов проиграли 0-1. Сейчас забей Нижний Новгород один мяч, и они оказались бы в премьер... Удаление тренера Шчершева. Лига, да. На ваш взгляд, что-нибудь потеряла премьер-лига, что остались те же команды, которые и выступали в этом сезоне? Ничего не потеряла, Олег. Я думаю... Крылышки с Божевичем очень интересно. Единственная команда, которая более-менее могла украсить чемпионат, это Нижний Новгород. Там хороший стадион, который построен к чемпионату мира. Большой. И финансирование более-менее. Но они попали с крыльями Советов. Но самое странное, да, Тойм, которая, как я слышал, губернатор даже не обещал им никакого финансирования на следующий год. Ты посмотри, они выиграли последний матч. И бились до последнего, они могли и спасти даже игру. Могли. Вот. Непонятно, и стадиончик там небольшой, и команда не сказать, что звездные. Ну какая была борьба, я не ожидал даже. Вот этот Томи... А теперь я вам поясню, почему я спросил, потерял ли что-нибудь премьер-лига, а то, что остались эти команды, они вошли в те. Ведь, например, тот же Мамаев, Кокорин могли сыграть либо в Томи, либо в Нижнем Новгороде. Ну, может быть, Черышев и возьмет. Под задачу. Мамаева, думаю, да, может спокойно. Самое интересное, что вроде как еще пока не определен календарь на следующий сезон и количество участников. Но вроде как, или это со следующего года, или, возможно, с этого количество участников увеличится до 18. С этого точно нет. Да, по-моему, с такой позиции нужно сокращать 6 лет. Просто на мой взгляд, количество участников, при том, что сейчас умирают чуть ли не каждый год клубы российские, 18, это, наверное, неправильно. Вспоминаем кого? Краснодар с тобой, который с 5-го места в ФНЛ попал, например, в Лигу. Ну, так давайте, все-таки нас действительно телезрители просили, и не один раз обсудить. Торпеду надо поздравить, вышли в ФНЛ, а не там. Да, да, опять-таки вышли. А теперь возглавляет историю, знаешь? Кто? Сергей Игнашевич. Да, Колыванов написал заявление, ушел. А Колыванов интересный человек. Помню, что выиграл. Торпеда Москва? Да. От Сергея Игнашевича, который выиграл. Ну, не подключено. Давайте пообщаемся. Добрый вечер. Здравствуйте, я вот что хотел сказать. Я, у меня 60 лет стажа, 60 лет. Вы еще под стол ходили, а я уже разбирался. Раньше 5 команд, послушайте меня внимательно. 5 команд уходило, и 5 приходило. И гораздо интереснее было. Я не помню такого. Даже Фонтап попал на уличку. Зенит. Зенит попался. Его, благодаря, что население, там 4 миллиона, оставили его в высшей лиге. И класс футбола был гораздо выше. Бороли. А это 2 команды, переход. 5 команд. Ну, получается, 4 сейчас было бы вылететь. Вот поверьте, я тут пари с вами держу, что интерес к футболу гораздо возрастет. Гораздо возрастет. И класс игры. А в какой, скажите мне, какие года уходило 5 команд? Это я не могу вам сказать. Ярков играл. Когда Ярков играл, было бы на 3-е снил. В прошлом году 4 команды ушло. Можно сказать. Да. В прошлом году 4 команды ушло из премьер-лиги. 4 пришло. 5 команды, это в советское время. В советское время. Ну, я честно скажу, я тоже достаточно давно слежу за футболом. Я не помню. Давайте. Я держу пари. Держу пари насколько угодно. Что интерес к футболу гораздо возрастет. Класс игры возрастет. Так он и сейчас возрастет. Просто на это уже никто не пойдет. Согласны? Конечно, конечно, конечно. Но давайте не будем забывать, что спасибо большое. А я не соглашусь. Что в Англии 20 команд. В Англии 20 команд. И у них 4 команды переходят. А сколько там частных клубов, скажи мне? Сколько там клубов частных? Все. Вот про то и разговор. Там про деньги речь. Кто придет сюда? Вот мы говорим, что он так будет. Кто придет с ФНЛ сюда? Люди вообще не хотят выходить. Выходить, потому что это перелет. Вот Томск. Что они будут летать в Москву или в Калининград, допустим. Если Калининград-Балтика выйдет. Страна большая. Это очень тяжело летать. Если в частные клубы, они платили бы это. А в первой лиге меньше летают? Нет. Может быть, не меньше. Там на поездах может быть ездят. Я не знаю. А в первую не хотят выходить, потому что перелеты. Потому что расходы возрастают. Так точно. Так они регион есть свой. Вгруг запад, восток как-то делятся. Юг, север как-то делятся. Как в хоккее решили эту проблему? Расскажи нам. Они сделали дивизионы. Да, восток и... Они сделали конференции. Нет, ну, дивизионы. Но ты не можешь сделать здесь, в чемпионате России. И что, они со своим дивизионом играют по 4 матча. А с этими 2 матча играют. Но все равно там есть команда, которая не выходит. В Владивосток в Китай. Правильно. В Владивосток они полетели, играют с Хабаровском. Правильно. Правильно. И спаренные матчи. Улетели в Дальний Восток, сыграют. И там играют. С Владивостоком, с Хабаровском. Хорошо. А теперь, грубо говоря, возьмем калининградскую команду, которая выходит. Она летит на Дальний Восток. Сколько она там живет, чтобы сыграть 2-3 матча? Месяц. Ну почему месяц? Потому что недельный цикл у нас. 2-3. Вот это оно. У хоккеистов немножко другой график. Они играют, грубо говоря, на 3-й, через день, на 2-й. На 5-й, на 4-й. Да, грубо говоря. Там могут 3 матча за неделю. А здесь недельные циклы. Они могут жить в Дальний Востоке. Как играть? Мы не можем, допустим, если мы играем в Дальний Востоке. Почему спаренные матчи нельзя провести в субботу и в среду? Ну ты 2 недели где будешь там жить? Ты будешь платить за все это. А Лига чемпионов. Калининград, допустим, та же команда, которая базируется на этом, проедает бюджет. Никогда спаренные туры проходят в выходные и по средам. Футбол не может быть. Как не может быть? Ну потому что. Еврок оба. Спаренные туры проходят. Ты это потом с Европой не состыкуешь. Не состыкуешь спокойно. Когда у нас нет окон в Европе, у нас делают спаренные туры. Ну тогда, возможно, окно на подготовку сборной или еще какие-то там матчи. О чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Тут мы играем зимой. Где? В Москве. Да. А летом играем в Краснодаре. Вот какой график создали. А ты хочешь, чтобы еще летали туда? Да нет. Не будет. Вот что остались команды? 16, да. И замечательно. Я рад, что остались крыльцоветов, потому что они показали интересную игру. И стадион хороший. Стадион хороший. И тренер специалист. И тренер хороший, и Уфа тоже хорошая команда, которая обыграла ЦСКА и молодец. Я тебе больше скажу, эта команда в начале этого года играла в Лиге Европы. Давайте не будем забывать. Нет, я про то и говорю, что они вышли заслуживали. Что тут говорить-то? Конечно, Уфа у нас играла в Лиге Европы. Они с Рейнджерс играли. Они прошли. Помните, сколько туров? Они два этапа прошли. Только на Рейнджерсе они спотыкнулись. Потому что им осталось, что у Лексибург они прошли. Неважно, но прошли. А я знаю команды, которые и этих не прошли. На самом деле, действительно, и Самара, на мой взгляд, заслужила, чтобы остаться. Были проблемы, сложности. Но там такой состав, если честно. Конечно. Там очень серьезный состав. Ну, и Уфа... Самедов вроде бы ушел. Они не играли с таковых. Ни Самедов не играл. Ни Жану, по-моему. Ни Жану не играл. А Самедов вроде бы ушел, да? По-моему, мне кажется, сейчас... Они были. Они были. Может быть, ушли с сегодняшнего дня. У них до 30 мая. Контракт-то у всех. Ой. Ну что ж... Давайте обсудим наших вот еще, если есть время. Заключенных. Заключенных, да. Спросили. Вот. Как и куда они. Вспомните, когда эта история только началась, я задал вам вопрос. Ребят, есть смысл в нашей такой болельческой футбольной передаче обсуждать то все, что происходит за колючей проволокой, да? За все, что это они там, не знаю, натворили, начудили, вытворили и так далее. Если болельщики хочут, конечно, ну давайте обсудим. Странно, что да. Это наши футболисты, причем не последние. Это они в сборной играли, да? И в хороших командах играли и так далее. Жень. Да, мое мнение. Твое мнение. Вот по всей этой истории. По всей этой истории, что я могу сказать. Действительно, данных футболистов, которые нарушили противозаконные действия, правооправные дела совершили, надо наказать. Однозначно надо наказать. Наказаны ли они уже? Наказаны, я думаю, что они уже давным-давно. Я думаю, что было бы оптимально, если бы они, грубо говоря, летом вышли. Не летом. Я хочу сказать, чтобы они, скажем так, до зимы и Новый год встречали уже с родными. При этом заплатили. Это они и будут встречать. Нет, не этот год, а тот год. Грубо говоря, октябрь, ноябрь, декабрь. То есть, нет. Три месяца бы подержали в кутузке, заплатили большие деньги бы. Тогда бы это было намного справедливо. Ты посмотри, сколько, допустим, каждую пятницу в барах, да, и дерутся, и еще какие-то делают. Просто здесь вот, ну, нашла коса на камень, да, и произошло такое событие, что... Не того побили, человек. Да, не того побили. Ну, а так вот, посмотри, сколько их. Это, ну, можно действительно сажать. Ну, просто испортили, ну, ребятам, мне кажется, карьеру. А, то есть, получается, по твоим словам, ребятам испортили карьеру. Не они сами своими действиями, поступками, поведением испортили себе карьеру. Понимаешь, они не могли, понимаешь, этого человека ударить ногой, поскольку они ногой зарабатывают деньги. Поэтому они взяли стул. Мы же не знаем, что сказал тот человек им. Может, он сказал, такие вы сяки, вы здесь вот сидите, так вот занимаетесь. А он сказал, сказал. Да, наверное, так и сказал. Ну, мы не слышали, я не могу утверждать, что это такое. Правильно, мы не слышали. А как стул прилетел, мы видели. Да, ну, надо было, чтобы запись записывала, тогда все было бы стало на свои места, почему это произошло. Вот все нормально, давайте вам черту. Давайте, давайте уже. Давайте уже. У Кокорина контракт, Семак сказал, что Кокорин остается. Вопрос только по Мамаеву. Ну, Галецкий говорил, что ни при каких условиях его не увидят уже в Краснодаре. Я говорю, вопрос по нему только, куда он пойдет. А на мой взгляд, что... В Терек, в Терек. Ну, его приглашают, Рахимов в Терек. Ну, все, пойдет в Терек. Ну, единственное, что говорю, что нет. Мамаев, в принципе, если так он может вернуться, если будет усиленно заниматься, как это сделал... Он занимается. А он усиленно занимается? Нет. Я говорю, что... Играют в товарищеские матчи там. Да, ну, играет же в товарищеские матчи. Ну, может, занимается. Мы же не знаем, что там... Может, и одажером поставили в камеру, да? Он там занимается. Ну, может быть, так же вернется, как Роман Еременко, да? Который получил два года дисквалификации. Здесь еще не даже год не прошли. Может быть, он восстановится и будет играть в какой-то команде. Может быть. Ну, Роман Еременко мог тренироваться? Да, да. У нас хорошая новость. У нас пришел новый финансовый директор в команду из Локомотива. Пришел, кстати, Костя. В финансовом фамилии. Смородский? Я не помню сейчас. Смородский, кстати. Он разгребал все финансовые эти. Почему? Помнишь, было, над Локомотивом висел Дамоклов меч, что могли лишить его, как и Динамо, Кубков. Да, 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 фэрплей. Фэрплей, да, наруж. И он все разгреб и все сделал. Поэтому там вот надежда сейчас была хорошая, что... Действительно, никаких нарушений в Динамо не будет в будущем, я думаю. То есть, вы берете Мамаева? Мы берем это. Мы сейчас... Спортивный директор сейчас Олещук. Слушай, я думаю, Мамаев не испортит картину в Динамо. Абсолютно. Нет, нет. Мы не против человек. Отбыл наказание. И, пожалуйста, занимайся. Никто... Ну, сейчас-то они еще под стражей. Они же еще не в общем на свободу. Нет. Вот поэтому когда их выпустят? Через год? Через два? Почему? В сентябре вроде как информация. Конечно. Ему осталось досидеть семь месяцев. Семь месяцев. Это зима. Вторая зима. Опять-таки, семь месяцев, это если есть определенные события, мы условно-досудочное освобождение... Да, мы долго очень обсуждаем. Мне кажется, да, они достойны были понести наказание. Да. Мы это не обсуждаем. Правильно? Не обсуждаем. Вопрос в том, что... Они понесли уже, да. Да. Вопрос в том, что насколько они сейчас интересны нам, как футболисты. Давайте уже об этом говорить. Мы болельщики. Да, давайте о футболе. Как интересно нам приходить на стадион и смотреть, как они играют. Слушай, ну это зависит от них. Конечно. Если они выйдут и будут, наберут форму быстро, да, и будут играть, ну, пускай играть. Пускай играть. Ну, а кто против? Конечно, пускай. Это урок пойдет на пользу. Урок пойдет на пользу. И не только им. Да. Надеюсь. Молодым футболистам. Поэтому в любой ситуации есть, как говорится, выход. Надо только усердно тренироваться. А мы ушли... Ну, у нас уже буквально остается одна минута, но мы успеем сказать всем болельщикам футбола, которые мало ли по какой-либо причине не знают информации о том, что... Смотрим на экран. 8 июня и 11 июня наша сборная команды России играет отборочные матчи чемпионата Европы 2020, который, кстати, в России тоже пройдет. Да. В Петербурге. Да, в Санкт-Петербурге. Самоарена и Кипр. Ну, конечно, не самые большие или самые выдающиеся команды, но, тем не менее, последить за игрой нашей сборной мы должны, ну или очень мы надеемся, по крайней мере, посчитать. И надеюсь, нам не хватит пальцев одной руки, сколько же мячей в этих играх забьет. Представители наших клубов участвуют в сборной. Да, сборная команда России. Друзья мои, мы делаем небольшую паузу, уходим в отпуск для того, чтобы набраться силы, с новой энергией вновь обсуждать российский, европейский, мировой футбол. Тем более, нам есть о чем поговорить. Ну, а пока болеем за своих. Пока. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!